Друзья, всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале Art of Career. Меня зовут Катя Завьялова. И сегодня я хочу обсудить с вами такую тему, как эффективная подготовка к интервью или к собеседам. Вообще ни для кого не секрет, что за каждым, буквально каждым реально успешно пройденным интервью, начиная от стартапа, некоммерческой организации, заканчивая таких гигантов, как Google, McKinsey, Amazon, Mars и прочих других компаний, в которые мечтают попасть огромное количество людей, стоит реально грамотная, качественная подготовка. Но как именно готовиться, мы с вами на этом канале еще пока не обсуждали. Именно поэтому я решила снять для вас видео, в котором расскажу о 10 простых шагах, которые нужно сделать для того, чтобы пройти любое интервью. Друзья, если вам интересна тема карьеры, образования за границей и развития, то я приглашаю вас подписаться на мой инстаграм Art of Career. В нем я буквально каждый день делюсь какими-то интересными инсайтами про карьеру, образование, про свою жизнь, про будни стартапера и про жизнь за границей, а именно в Париж. Итак, первый шаг, который вам нужно сделать, прежде чем вы придете на интервью, это изучить очень детально компанию, ее продукты, ее бренды, индустрию, в которой она работает, прежде чем вообще делать следующий шаг и начать как-то готовиться более контентно к интервью. Почему это важно? Потому что то, насколько хорошо вы разбираетесь в компании, в ее бизнесе, насколько вы хорошо представляете себе, какая у нее бизнес-модель, какие продукты она выпускает, какие бренды и прочее, и прочее, какие, может быть, проекты актуальны сейчас идут в ней, тем больше вы покажете рекрутеру или нанимающему менеджеру свою мотивацию в этой компании работать. Все мы любим говорить о себе в первую очередь, также рекрутеры и нанимающие менеджеры очень любят обсуждать темы, которые актуальны именно для их компании. И показав, что вы разобрались в том бизнесе, в который вы хотите присоединиться, где вы хотите работать, вы дадите такой первый хороший позитивный сигнал о том, что вы замотивированы и вы готовы приступить к работе. Кроме того, иногда случаются забавные моменты на интервью. Например, я слышала историю о том, как Лориаль в рамках интервью на стажировку просил кандидата перечислить все бренды компании, начиная от люксового до масс-маркет-сегмента. Я думаю, что здесь какая-то есть доля байки, доля шутки, но на самом деле это, возможно, недалеко от правды, поскольку именно вот это вот четкое понимание того, чем компания занимается, будет первым маркером о том, вообще подходите вы ей как кандидат или нет. Из каких источников можно почерпать эту информацию? Конечно, безусловно, в первую очередь это сайт самой компании, но также смотрите чуть шире, например, ее социальные сети, пресс-релизы, которые недавно компания выпускала, например, по запуску новых продуктов каких-то на рынок. Обязательно почитайте, что про компанию пишет СМИ, какую пиар-деятельность компания в данный момент ведет, потому что это также покажет вам то, что сейчас наиболее для этой организации актуально, и вы сможете сделать для себя вывод, на чем компания больше фокусироваться, и в том числе в своих ответах на вопросы тоже фокусироваться на этих аспектах. Итак, второй шаг подготовки – это выяснить досконально буквально все про ту позицию, на которую вы идете, узнать, какой там будет функционал, почитать внимательно описание вакансий и описание похожих вакансий, а также понять, какие качества требуются идеальному кандидату на эту роль. И вот на качествах и компетенциях я хочу остановиться здесь подробнее, поскольку большинство компаний в данный момент используют так называемое поведенческое интервью для оценки не только ваших профессиональных навыков, так называемых hard skills, но и для оценки гибких навыков или soft skills, или вот тех самых компетенций, которые достаточно тяжело как-то замерить, оцифровать и так далее. И самый распространенный метод, каким компания понимает, насколько вы подходите в целом под культуру и под роль – это как раз поведенческое интервью. Вот примеры вопросов, которые вы можете услышать. Приведи, пожалуйста, пример ситуации из своей жизни, где ты решал какой-то сложный командный конфликт, к чему эта ситуация привела и какие были результаты. Расскажи, была ли у тебя в жизни ситуация, когда ты должен был проявить какое-то лидерство, хотя изначально ты официальным лидером этой команды не был. Если да, то каким образом это произошло и каких результатов ты достиг? Расскажи пример из жизни, где тебе пришлось переубедить какое-то лицо, которое было выше тебя, скажем, по иерархии в компании, для того, чтобы достичь твоих задач, которые тебе нужны были по проекту. То, что я вам привела, это как раз-таки примеры вопросов, а их может быть бесконечно много, которые тестируют те самые основные компетенции, которые будут нужны на той или иной позиции. Например, лидерство, например, командная работа, умение решать конфликты, умение убеждать других людей, умение продавать, умение лидировать какие-то сложные кросс-функциональные команды и прочее, прочее. Но, конечно же, вам не нужно готовить примеры жизни для всех вообще soft skills, которые только существуют в природе. Вам нужно сфокусироваться именно на тех, которые будут актуальны именно для той вакансии, на которой вы идете. Поэтому схема работы следующая. Вы смотрите на вакансию, предполагаете, какой там функционал или просто буквально читаете это из описания вакансии и выписываете себе те компетенции, которые будут нужны для успешного кандидата. После этого вспоминайте примеры из своей жизни. Здесь внимание, да, вспоминайте, но не придумывайте. Подчеркну, потому что рекрутеры, конечно, умеют распознавать реальные ситуации, через которые вы проходили, и ситуации вымышленные, которые вы придумали специально, чтобы впечатлить собеседника. Есть у них определенные методики. Если интересно, пишите в комментариях. Я расскажу, какого рода вопросы они могут задавать для того, чтобы это проверить. Но так или иначе, обязательно нужно вспомнить эти ситуации, грамотно их заструктурировать. Именно рассказ о них, начать с самого контекста, с вашей роли, тех действий, которые вы решили предпринять для того, чтобы достичь результата, и, соответственно, результата, к которому вы пришли. И непосредственно уже потренироваться их рассказывать, например, своему другу, родителям, может быть, коллегам, которые знают, что вы сейчас проходите интервью куда-то, например, на внутреннюю позицию, если вы переходите из одного отдела в другой. Итак, третий шаг, который рекомендую вам сделать, это узнать по максимуму всю информацию, которую вы можете собрать, о человеке, который будет вас интервьюировать. На самом деле знать то, кем является ваш собеседник, какой у него бэкграунд, какой у него так называемый послужный список, например, где он работал, с кем он работал, какие у него там есть какие-то определенные качества, характеристики, очень сильно поможет вам быть просто морально готовым к этому разговору. Приведу пример. Если вас интервьюируют в компании человек, у которого бэкграунд, например, из управленческого консалтинга, он так или иначе будет огромную роль отводить тому, насколько структурированно вы размышляете, насколько структурированно вы доносите свои мысли. Структура и четкость – это будет одно из самых основополагающих аспектов, по которым он будет судить кандидат, помимо всяких прочих других, которые тоже, конечно, будут важны. Если вы идете к человеку с каким-то чуть более творческим бэкграундом, этот аспект может быть не так важен, но важны какие-то, например, ваши там креативные идеи, которые действительно будут не вписываться в какой-то общий контекст и общие рамки, а выходить за пределы каких-то общепринятых норм. Здесь может быть другой аспект. И чем больше вы узнаете про вашего собеседника, тем больше вы будете, конечно же, готовы к разговору с ним. Я рекомендую в первую очередь изучить его профиль на LinkedIn и его послужной список. Кроме того, попробовать через свой нетворк поискать знакомых людей, которые так или иначе с ним либо пересекались, либо работали напрямую, либо, может быть, были в одной компании, для того, чтобы узнать побольше про какие-то персональные особенности, черты характера этого человека, для того, чтобы вы могли быть в первую очередь, конечно, морально готовы к этому разговору и могли среагировать соответствующим образом. Например, вы можете узнать о том, что какому-то конкретному нанимающему менеджеру очень свойственно проводить стресс-интервью. Зная это и принимая этого внимания во время интервью с таким менеджером, услышав какие-то странные вопросы, которые могут выбить вас буквально из колеи, на самом деле вы будете абсолютно спокойно и готовы, потому что вы будете знать точно, это конкретно стресс-интервью, ничего личного, просто человек такие методы применяет при оценке. А, например, кому-то будет свойственно просто говорить о жизни, но, например, никак не о работе, такие там нанимающие менеджеры тоже существуют. Вам нужно быть готовы поддержать этот диалог для того, чтобы всем было комфортно в рамках этого интервью. Четвертый шаг, который я рекомендую вам сделать, это внимательно изучить рынок или индустрию, в котором работает компания в данный момент. Понять, какие сейчас там на нем есть тренды, какие есть основные игроки, какая у этих игроков стратегия, какие продукты, например, они запускают на рынок, какое место занимает вот та конкретная компания, в которой вы идете интервьюруется на этом рынке, какие у нее сильные стороны, какие у нее есть, ну, так называемые, зоны для развития, да, или проседающие аспекты. Чем больше вы будете знать про контекст рынка, тем проще вам будет вести диалог и отвечать на такие вопросы, например, как, а что бы вы сделали на нашем месте, если бы перед вами стояла там задача раз, два, три, да, то есть вы понимаете контекст, вы готовы абсолютно четко, аргументированно ответить. Для того, чтобы быть в курсе, конечно, нужно читать там разные новости, там пресс-релизы, различные издания по бизнесу, такие как Harvard Business Review, Forbes, VC.ru, Ruthbase и многие другие. В принципе, везде, где есть упоминания, индустрии, в которой работает там ваш потенциальный работодатель, это отличный уже источник для того, чтобы собрать разные точки зрения на те или иные мысли. Если вы хотите узнать побольше про там долгосрочные тренды, которые есть на тех или иных рынках, я рекомендую вам обратиться к таким изданиям, как McKinsey Quarterly или BCG Insights. Это различные исследования, которые проводят консалтинговые компании и вот эти вот основные инсайты в виде статей или, например, в McKinsey есть подкасты, по ним для того, чтобы показать рынку, какие там есть основные тренды, движения, направления. Они всегда есть в общем доступе, они это бесплатные ресурсы. Эти издания, эта информация будет особенно полезна для тех, чьи роли потенциальные, вот вакансии, на которые вы интервьюируете, будут фокусироваться на более таком стратегической перспективе, на более долгосрочной перспективе. Вот как раз таки оттуда вы можете подчеркнуть какие-то новости, нестандартные идеи и в целом понимать, как выглядит индустрия сейчас и куда она идет. Пятый шаг – это заняться такой некой саморефлексией и подумать действительно, почему тебе интересна вот именно эта компания, в которой ты проходишь интервью. На самом деле ответ на этот вопрос может казаться достаточно банальным и лежать на поверхности, особенно если речь идет о какой-то крупной западной компании, в которой, ну, условно принято хотеть, но ваша задача – это разобраться в своей истинной мотивации, которая действительно цепляет именно вас и сформулировать ответ на этот вопрос. При любом раскладе, при любом интервью вас обязательно спросят, почему вы хотите у нас работать, почему вы хотите работать именно в этой компании и конкретно в этой команде, на этой вакансии, и здесь у вас должна быть абсолютно железнобетонная аргументация, которая будет не очевидная и нерелевантная для всех кандидатов остальных сотен и тысяч, которые могут прийти на эту вакансию, а актуальная именно для вас, поэтому она должна быть обязательно связана с вашими долгосрочными карьерными целями, с вашими ценностями, с вашей текущей стартовой позицией и, конечно же, с долгосрочными целями компании и ее видением развития. Шестой шаг, который обязательно нужно сделать, это заранее выяснить, какого типа будет интервью. Я вам уже рассказала про поведенческое интервью, где нужно будет привести примеры из разных ситуаций в вашей жизни, когда вы проявили те или иные качества, компетенции продемонстрировали. Но помимо поведенческого интервью существует еще масса разных других типов интервью, одно из которых, например, это кейс-интервью, то есть это решение кейсов. Кейс – это некая бизнес-задача, которая либо взята прямо буквально из реальной жизни компании, либо приближена к реальной жизни. Кейсы используют для того, чтобы оценить, каким образом кандидат мыслит, то есть как он структурирует те или иные задачи, которые перед ним стоят, как он подходит к решению этих задач, насколько стандартно, нестандартно, как он оцифровывает те или иные перспективы, которые перед ним есть, и какие выводы он может сделать и дать какие-то рекомендации. Кейс-интервью – это совершенно отдельный тип интервью, которому нужно осознанно, отдельно готовиться. И часто у кандидатов, например, в управленческий консалтинг это может занимать там несколько месяцев, от двух до шести месяцев. Это средний промежуток, за который ребята готовятся к интервью. И здесь, конечно, очень важна именно практика и осознанный подход. То есть если вы знаете, что компания, например, использует кейс-интервью, соответственно, вы должны составить себе план подготовки. Для этого на канале Art of Korea скоро выйдет видео про кейсы. Обязательно посмотрите его тоже. Для этого подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Я буду рассказывать в нем о том, вообще с чего начать, если с кейсами вы еще пока никогда не сталкивались, и каким образом непосредственно к ним готовиться, тренироваться самостоятельно с помощью кейс-партнера для того, чтобы кейс-интервью успешно проходить. Кроме кейс-интервью, бывают также брейн-тизеры различные, различные типы асессмент-центров, которые компания использует. Выяснить, что за интервью вас ждет, помимо поведенческого, как раз-таки очень важно для того, чтобы быть в том числе и морально готовым и обладать теми самыми навыками, которые позволят вам его пройти. Седьмой шаг. Если вы готовитесь к отбору в какую-то крупную, известную компанию, или даже на самом деле компанию среднего размера, но та, которая на слуху, скорее всего, вы найдете большое количество ресурсов, доступности по тому, как вообще проходят эти интервью, как к ним готовиться, и в целом людей, которые делятся своим опытом прохождения отбора. Так, в частности, например, на YouTube есть большое количество каналов, где люди так или иначе как-то делятся своим опытом. Вот, если вам интересен управленческий консалтинг, то на моем канале есть масса роликов, посвященные именно этой индустрии, где я рассказываю про свой процесс отбора, про то, как вообще функционирует эта индустрия, про там свои уроки после консалтинга, которые я вынесла и многое другое. Посмотрев материалы, которые готовят просто живые люди, которые там прошли через этот путь, имеют этот опыт, вы в том числе сможете лучше погрузиться в контекст непосредственно этой компании, этой индустрии, в том числе понять, например, на каком жаргоне разговаривают в этой компании и использовать, может быть, некоторые какие-то ключевые слова, которые покажут рекрутеру, что вы скорее свой, а не чужой, потому что разбираетесь в контексте, в котором вам придется работать. Восьмой совет. Обязательно хорошо выспитесь перед интервью и плотно позавтракайте. Почему, откуда этот совет взялся? Иногда бывают такие типы отборов, когда компания проводит одновременно в один день прям целый ряд интервью. Иногда их называют еще batch day. В частности, когда я проходила отбор в McKinsey, у меня было пять интервью в один день. Это, кстати, была пятница, 13 число. С девяти утра до восьми вечера я была в офисе компании и одно интервью сменяло другое. И чтобы выстоять вот этот вот марафон и хорошо перформить в течение каждого следующего часа, конечно, нужна была подготовка, в том числе физическая. Поэтому мне было важно очень хорошо выспаться предварительно. Я это четко понимала, потому что к экзаменам в свое время я тоже так готовилась и видела, насколько мой перформанс отличается, если я хорошо поспала или если я плохо поспала. Для того, чтобы не нервничать и нормально накануне заснуть, важно прекратить подготовку и повторение каких-то аспектов, не знаю, рассказ о себе или ответов на какие-то типичные вопросы примерно за сутки до того интервью, на которое вы идете. На самом деле, если вы готовитесь заранее, то как раз-таки за вот этот последний день, когда вы даете себе именно расслабиться, успокоиться, в вашей голове все укладывается здорово по полочкам и вы становитесь гораздо более готовы к тому, чтобы нормально, сфокусированно, без нервов отвечать на те или иные вопросы, нежели чем если бы вы накануне всю предыдущую ночь тоже повторяли какие-то кейсы, там, фит-часть, например, интервью, там, ответы на вопросы и презентацию себя. Ну, а позавтракать, конечно, нехорошо, никогда никому не помешает, потому что глюкоза, конечно, помогает работе мозга, тут как ни крути, вне зависимости от того, какого типа интервью у вас будет, поведенческое или кейс, вам ваш мозг очень понадобится. Девятый шаг – это подумать хорошо, что вам может пригодиться в рамках вашего интервью. И, например, первая такая мысль, которую сразу могу вам закинуть, это ваше распечатанное резюме. Конечно же, ваше CV у нанимающего менеджера, у рекрутера есть, они его видели в глаза, иначе вас бы на интервью, скорее всего, не позвали. Но, тем не менее, в рамках самого интервью могут сложиться разные ситуации. Например, человек не успел его распечатать, или вы вышли поговорить в кафе, и он его не прихватил с собой, или что-то еще. Это всегда хороший тон, иметь с собой свое резюме, для того, чтобы помочь рекрутеру освежить в памяти ваш послужный список и вашу кандидатуру, с которой он общается. Потому что, вероятнее всего, количество кандидатов на вакансию, на которую вы будете проходить отбор, достаточно большое, и вы должны быть уверены в том, что рекрутер или ваш будущий потенциальный менеджер очень хорошо понимает, какой был бы граунд именно у вас. В настоящий момент часто компании используют именно такой подход, то есть задают какие-то вопросы кандидатам заранее, для того, чтобы они могли заструктурировать свои мысли и рассказать их на интервью. Соответственно, я рекомендую вам подготовить в идеале какую-то короткую презентацию, грамотную, структурированную, качественную, хорошо оформленную, или как минимум какие-то notes, то есть какие-то записи, по которым вы сможете восстановить логику вашего рассказа. Поэтому, если это тот самый случай, когда вам нужно было заранее что-то приготовить, обязательно не забудьте распечатать эти материалы, взять с собой и лучше сделать это в двойном экземпляре для вас и для вашего интервьюера, для вашего собеседника. Ну и последний, десятый шаг, который я рекомендую вам не забывать, это писать thank you letter. Это письмо, достаточно короткое, которое вы отправляете вашему собеседнику, будь то рекрутер или будущий потенциальный ваш работодатель, относительно того, как было вам приятно с ним пообщаться в рамках этого интервью. Вы также можете подумать о каких-то вопросах, которые вам задавали, и, например, в рамках этого письма также добавить каких-то мыслей, каких-то аргументов, которые, например, вы не озвучили в рамках интервью, но вам кажутся они важными. Это всегда очень хороший том, который помогает показать, продемонстрировать вашу сильную мотивацию. Поэтому обязательно это делайте. Thank you letter. Не занимает много времени, но настолько поможет вам выделиться среди толпы других кандидатов, что рекрутер, конечно же, запомнит обязательно именно вас. Друзья, я вам желаю огромных успехов в прохождении ваших собеседований, ваших интервью. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео, я их разберу, с удовольствием отвечу. И подписывайтесь на мой канал, здесь будут раз в неделю выходить классные, полезные ролики про карьеру и зарубежное образование. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!